2019 год стал юбилейным в российско-китайских дружеских отношениях. К этому событию приурочены российско-китайские тренировочные сборы. Около ста иностранных спортсменов на неделю приехали в Челябинск для обмена опытом. Как раз у нас сложились все пазлы. Чемпионат мира очень понравился в Восточной Азии китайским друзьям, корейским, друзьям из Гонконга. Наши тренеры очень часто выезжают для работы и на соревнования в эти страны. У нас есть профессиональная пара Андрей Ларин, Виктория Сатия, которые посещают эти страны. Соответственно, на фоне наших дружб, культурных связей, спортивных связей, образовательных, родился проект, который совмещает в себе программы детские, студенческие и, соответственно, спортивные. И таким образом мы сегодня в Челябинске принимаем делегацию 100 человек детей китайских. С ними 16 преподавателей, тренеров, родителей, которые вместе с нами сегодня занимаются в нашем тренировочном зале. История интернешнл-дэнс или по-нашему бальных танцев ведется с 20 века. Китайские спортсмены стали выступать в этих дисциплинах относительно недавно, но за пару десятилетий смогли составить достойную конкуренцию спортсменам других континентов. Латиноамериканские танцы начинают свою историю в Китае примерно 30 лет назад. И сейчас они достаточно популярны. В Китае около двух миллионов танцующих латиноамериканские танцы. Несколько дней интенсивной практики. Новые знания вдохновляют так, что, казалось бы, никто из юных спортсменов не чувствует усталости. Танцы, как и любая дорога, она достаточно сложная. Успех зависит не только от одной поездки или двух поездок. Нужно постоянно тренироваться, нужно постоянно прилагать усилия. Но самое важное – это тот опыт, что дети получат здесь, и те впечатления, с которыми они вернутся. Это самое важное. Я очень рад, что у меня выдалась возможность приехать в Россию. Я считаю, что Челябинск – это очень красивый, интересный город. И я очень рад, что у нас получилось привезти детей для того, чтобы они могли поучиться у российских специалистов, чтобы они могли выучить новые техники и обменяться опытом. Я очень рада, что у меня есть возможность присутствовать здесь в Челябинске на этих сборах, потому что это очень важно – обменяться опытом и научиться чему-то новому. Я считаю, что это очень важный этап в нашей жизни, потому что можно получить знания не только от профессионалов, но и от ребят, с которыми мы общаемся. Для меня очень важна фраза, которую сказал преподаватель, о том, что каждое движение в танце – это фраза, которую нужно произносить очень четко. Главными звездами международных сборов в Челябинске стали многократные чемпионы и призеры российских и мировых чемпионатов Сергей Рюпин и Сергей Сурков. Маленькие танцы всегда подают большие и огромные надежды, поэтому великолепно всегда видеть в детях их энергию, энтузиазм, потому что с возрастом он, конечно, теряется. Поэтому очень приятно видеть, когда они открыты, смотрят на тебя большими глазами и отдают эту энергию, и ты тоже ей заряжаешься. Очень разные дети, очень разные. Есть соло-дети, есть дети, которые только начинающие, но есть очень прекрасные чемпионы Китая по детям, по юниорам один, то есть которые сейчас к нам приехали. Они достаточно очень сильные, подготовленные ребята. И в плане физическом они тоже очень подготовлены. Сложностей в общении российских и китайских участников сборов не наблюдается. В перерывах между классами ребятам помогают волонтеры-переводчики, а на паркете все понимают друг друга без слов, поскольку говорят на одном языке танца.